Валентина Породькина уже 25 лет продает молочную продукцию на рынках Самары. Говорит, цена на ее товар за последние 6 месяцев существенно подскочила вверх. И в первую очередь на молоко от крупных производителей. Государственная пестравка очень часто меняется. И Ташлинская тоже меняется цена. Растет, да? Да. За полгода, если оно было 36 рублей, то сейчас оно 42. 6 рублей выросло. Причина ценовых скачков на оценке молокозаводов. Сейчас они активно занимаются модернизацией своего оборудования, что требует немалых затрат. Обновление поможет снизить риски производства некачественной продукции. Ведь по итогам первого квартала текущего года региональное управление Роспотребнадзора сообщило, почти 5% молочных товаров не соответствовали нормам по микробиологическим показателям. Появляются новые приборы, которые позволяют, лабораторные имеется в виду, которые позволяют определить качество молока. Вот конкретно мы в этом году, наше предприятие приобретает высокоточное оборудование, лабораторное, хроматограф, которое полностью раскладывает на все составляющие. В 2016 году в Самарской области произведено 450 тысяч литров молока. Но это лишь половина от потребности губернии. Две трети продукции приходится на крупные молокозаводы. На них же делает ставку и региональное правительство. В 2017 субсидии в размере 200 миллионов рублей выделяются 16 самым большим отраслевым предприятиям области. При условии, что на до из каждой их коровы будут превышать 6 тысяч литров молока в год. Основное отличие 2017 года от предыдущего заключается в том, что в этом году особая поддержка оказывается тем хозяйствам, которые содержат высокопродуктивное стадо. Молочное животноводство – это, наверное, одна из самых трудоемких отраслей вообще сельскохозяйственного производства. И уровень рентабельности там несколько ниже, чем в других сферах сельскохозяйственного производства. Полномочия, касающиеся поддержки небольших молочных ферм, с этого года передаются администрациям муниципальных районов. Очевидно, что это будут минимальные субсидии. Тем временем областное правительство разрешило корпорации развития Самарской области передать неиспользованные бюджетные инвестиции на сумму 430 миллионов рублей на строительство животноводческих комплексов и заводу по переработке молока. Предполагается, что одним из проектов корпорации станет сооружение комплекса в Борском районе. На участке 8 тысяч гектаров разместят основное производство, создадут кормовую базу. Дойное стадо на 2400 голов планируют сформировать из коров галштинской породы. Впрочем, о дате запуска проекта не сообщается. Добавим, в 63-м регионе не реализовано ни одного более-менее значимого сельскохозяйственного проекта. Например, строительство сергиевской птицефабрики заморожено до появления крупного инвестора. Хотя в объект уже вложено 3 миллиарда бюджетных рублей. Нужно еще 7. Так и не заработал обещавший стать крупнейшим в Европе свинокомплекс СВ Поволжское. Предприятие обанкрочено. Долги группы перед кредиторами превышают 5 миллиардов рублей.